Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Geely Atlas Pro. На видео автомобиль в комплектации Luxury с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с полным приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля красный, не металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 225 на 60, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. На крышке багажника установлен спойлер. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Боковые зеркала окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой без ключевого доступа. Ручки дверей декорированы хромированными вставками. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах и декорирован вставками под темное дерево. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений кожаная. Водительское сиденье оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сиденье можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Память электропривода сидений не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-Стоп». Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габариты, ближний свет и задние противотуманные фонари. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу в боковых зеркалах расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. В решетке радиатора находится камера переднего вида. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Передний бампер декорирован серебристым молдингом. Тонировка сделана дилером дополнительно. Двери снизу декорированы серебристыми молдингами. Клиренс автомобиля составляет 171 мм. Задний бампер снизу декорирован серебристым молдингом. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери находятся кнопки управления центральным замком. кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковых зеркал. Далее на двери находится блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На панель приборов можно вывести информацию маршрутного компьютера, данные мультимедийной системы или телефона, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Круиз оснащен функцией лимитатора скорости. Дефлекторы системы вентиляции расположены сверху в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 12,3 дюйма. В составе акустической системы 8 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает функцию Easy Connect. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки авто. Кнопки регулировки интенсивности обдува. Кнопки регулировки температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны осуществляется с помощью графики на дисплее. Кнопка синхронизация синхронизирует передние зоны климат-контроля. Кнопка мод отвечает за выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка переключения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Подогрев передних сидений включается через меню на дисплее. Подогрев двухрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке находится очечник. На потолке расположена кнопка системы ЭРА ГЛОНАСС. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Бокс с охлаждением. Подстаканники расположены в центральном тоннеле. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Под центральным тоннелем расположены два USB-разъема и розетка на 12 Вольт. Слева от руля расположен небольшой бардачок. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка отключения системы помощи при движении по склону. Кнопка включения парктроников. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. Изображение с камер выводится на центральный дисплей. Всего предусмотрено 4 камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Drive Mode – система переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами Comfort, Eco, Sport или Offroad. Выбранные режимы вождения отображаются на приборной панели и на экране мультимедийной системы. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная, 7-ступенчатая, с двумя сцеплениями мокрого типа. Управление осуществляется с помощью джойстика. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. Режим «Паркинг» включается отдельной кнопкой. Предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на задний ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем расположены подстаканники. В спинках передних сидений предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Снизу расположены два USB-разъема. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается полностью. На потолке над дверью находится освещение и ручка. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 378 литров. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – тканью. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Для сложения спинки заднего сиденья необходимо потянуть за рычаг. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Для закрытия багажника предусмотрена ручка. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 58 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, трехцилиндровый, объемом 1,5 литра, с отдачей 177 лошадиных сил. Автомобиль оснащен системой мягкого гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором и компактной батареей. Система помогает двигателю при ускорении и отвечает за рекуперацию энергии при торможении. Мы с вами осмотрели кроссовер Geely Atlas Pro в комплектации Luxury. С бензиновым мотором 1,5 литра турбо, с полным приводом и с роботизированной коробкой передач. Прайсовая цена такого автомобиля на момент съемки обзора составляет 2 миллиона 39 тысяч 990 рублей. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр «Автоспеццентр» Джили Дубровка. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина. И какие бы еще машины вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал Дром. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok